Скажите, вот эта формула для кризисных в трехмерном случае, которую вы показали, она как-то на большей размерности общается? Значит, вот что нам удалось явно посчитать, это и случай, значит, это распределение корразмерности 1, контактная, ну то есть самая невыраженная корразмерность 1, контактная, кто знает, кто знает, кто не знает, кто не знает. Но уже начиная с размерности, оно бывает только в нечетной размерности, естественно, уже начиная с размерности 5, значит, ну там тоже все определяется начальным ускорением и начальной скоростью, но ускорение скалярно, потому что это к размерности 1, и эта кривизна, она всегда положительная, она однородной степени 2, в этом смысле, вроде как квадратичная форма. Да, как здесь, квадрат плюс, по этим переменам, она однородная, и она рациональная функция должна быть, однородной степени 2. Но, к моему удивлению, уже в контактном случае, начиная с размерности 5, это не квадратичная форма. Это полином, это рациональная функция, где бывает, так сказать, есть член, у которого числитель четвертой степени, а знаменатель второй степени. Эта формула не обобщается. Как бы способ определения дает алгоритм вычисления, который чудовищный. Но он и в римановом случае, если вы просто так вот в лоб начинаете считать, там, в каких-то координатах кривизны, просто из определения, по идее, да, вот это рациональная функция. Вот, пожалуйста, можно все это считать, она существует. Но нет, эта структура, эта кривизня, это вещь еще загадочная. В каких-то случаях посчитана, в небольшом числе. И у меня такое ощущение, собственно, это и для риманового случая верно, что формула, может быть, явная и не так и нужна. Нужны модели. Понятно, нам важно знать, где кривизна больше, где меньше. Так сказать, для модельной даже задачи, формула может быть очень длинная, но все геонетически хорошо известны. И нам надо, и так, такие модели есть, даже они не субримы, но надо брать несколько более общий класс. В общем, эта работа идет, и это важная вещь. Модельная задача, это просто линейная, квадратичная задача оптимального права и механизма. На дольшее все это можно делать не обязательно для метрик, для более общего класса задач. И модельная задача. Дело в том, что, почему субриману не очень удобно. Кривизна не только что она не может быть нулем, но она еще и не может быть постоянной. Тоже по понятным причинам. Задача очень анизотропная, и в разных направлениях она разная. Она может быть, есть направление, как вы видите, или она скорую водную большая. Какой заголовок последней темы? Заголовок последней темы, она интересная. И там уже и алгебра, и анализ, а не только геометрия. Вот он, да, быстро, как можно двигаться. Идея не просто попасть из какой-нибудь точки в какую-нибудь, а двигаться в нужном направлении, в котором нельзя двигаться. Для этого используется, ну, я писал, как это делать скобки. Но скобки очень неэффективны. Как это делать асимптотически эффективным способом? Это, это вот. Ну и тут можно применять к разным. Там получается и алгебра, и, ну, более-менее раскладываем конец траектории в ряд, и пытаясь найти управление, которое главный член высокого порядка. Зависит от высокого порядка скобок. И тут можно это применять. Значит, идея здесь, в этой деятельности, в том, что так можно управлять всего небольшим числом параметров, огромная система. Ну, например, вот главное приложение, которое у меня есть, это уравнение на въезд кокса. Бесконечная биржа общая система, аппроксимативный управление. Вот. Конечно, для этого приходится использовать, это все работает только если управление очень большим. Там игра идет на резонансах, можете я приведу последний. Тут есть красивые алгебры, которые уже точно нельзя рассказывать. Некогда. Ну, примерно, вот, какие управления применяются, вот тут вот написано. Они очень быстро ассцелируют, еще растут. Вот. Мы можем, так сказать, линейный член получается маленький, а член квадратичный, например, немаленький. И мы можем выставить вперед скобку, которую хотим. Вот за счет такого резонанса. Мы растем, но еще быстрее ассцелируем. В общем, игра на быстрой ассцелиации в разных шкалах. Если еще в нескольких шкалах, итерировать это тоже. Очень сильно расширяет возможность управления. Выглядит страшновато в приложениях, но может быть и не так уж страшно. Например, для той же гидродинамики или еще ничего. Если мы управляем с помощью электромагнитного поля, то мы можем очень скоро-годно быстро его ассцелировать, как хотим. Есть вопрос? Тогда попугай на спорте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.